Ребятки, всем привет! Добро пожаловать! Мы решили вас взять вместе с собой на озеро, которое называется Солёный Лиман. Я начала искать здесь поблизости какие-то лечебные грязи и набрела на вот это озеро, которое все нахваливают, и эти грязи лечат и радикулит, и опорно-двигательную систему, и даже и мужское и женское бесплодие. И Таня так поняла абсолютно всё. Да, и здесь ещё неподалёку где-то завод Минеральных Вод. Мы тоже хотим заехать, набрать водички, грязи, может обмажемся. Короче, просто едем на разведку, посмотрим, что там есть и как это всё выглядит, и обязательно всё покажем. Поэтому оставайтесь вместе с нами и не забывайте ставить лайки. И всем отличного настроения и приятного просмотра. Зайчика, как у тебя дела? Зайчика, кстати, меня завтра покидает. Мы-то хотели вместе с вами пойти в апопарк, а ему нужно уезжать в командировку. Поэтому я остаюсь одна, а сама я без Лёши никуда не пойду. Так, кстати, дома, частный сектор по сторонам. И вот мы подъезжаем к этому озеру. Кстати, часто пишут, что оно пересыхает, но где-то посерединке есть островок. А вон, наверное, с правой стороны, собственно, и есть больница, санаторий. Куда дают даже бесплатные путёвки. Ну, давайте посмотрим, куда же мы приехали. Пока ещё ничего не понятно. Мы до санатория немножечко не доехали, он чуть дальше. Приехали к озеру. Оно пересохшее. Правда, читала, что оно периодически пересыхает, но всё равно грязи лечебные есть. Нет, давай сейчас попробуем пройти туда. Возможно, какой-то пакет взять, тоже грязи с собой набрать. Я-то думала, если будет озеро, можно сразу обмазываться. Я-то взяла купальник себе, Алёша, плавки старенькие, чтобы не жалко. Но давайте посмотрим, пойдём. Не знаю, что у него, яички, вымя. Какой красивый. Походу, бычок. А там дальше коровка. А какашки-то ничего. Главное, чтобы змеючки никакой не было. Так. Ну и что? Тут вообще... Да, как в пустыне. Да, давайте. Оно мягкое. Мягкое? Ну вот это ж грязь. Видишь, босиком кто-то ходил. Запах слышишь? Грязи. Да не, не какашки. Ну, Лёш, не какашки. А вот это взрослый. Там, видишь, есть посерединке, как островки. И там где-то грязь. Слушай, у меня уже ноги проваливаются. Оно уже, оно уже проваливается. Реально, болото. Ну да. Вот это грязи. Где-то нужно дойти, да, где жидкости побольше. И набрать лечебной грязи. Видите? Реально, как в пустыне. А, смотри, у меня уже и это оба врязная. Получается, всё это грязючка лечебная. Босиком? Да. Разрываемся? Давай, разрываемся. А, глянь, как люди ходили. Босиком. А, так и мы так сделаем. Пошли за пакетом. Да? Ребятки, Лёша испугался бычка. Он, видно, ему понравился. А, лежать, я не пойду никуда. Тю, ну, коровка молоденькая, вернее, бычок. Что его бояться? Слушай, я разбулась. Она такая горячая, эта грязючка. Ужас. Ай, кипяток. А, блин. На, кепку одень. Ай, смотрите, горячо. Ай-яй-яй-яй-яй. Всё. Мы пошли по пустыне гулять. Босиком. Блин, она горячая. Ай-яй-яй-яй-яй. Блин, горячо. Ай-яй-яй-яй. Давай набирать её. Я поняла, что мы грязью мазаться не будем. Мазаться точно никто ничем не будет. А чем её набирали? Ну, было перчатки какие-то здесь. Перчатки? Ай-яй-яй. Ай, горячо стоять. Это как люди. Обмазываться. Обмазываться? Да. Пахнет она. А ну, покажи. Дай понюхать. Не же говорю, запах специфический. Ну да. А чё? Будем обмазываться дома. Сейчас приедем, обмажемся, а потом душ обмоемся. Трозечка, набирай, працюй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Как говорят всё, ребята. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ой, дядька, я не знаю, как это гляньте. Это просто не грязь, а капиток какой-то. Ой-яй-яй-яй-яй. Ой. Ой. Короче, нужно узнать за этот санаторий. И лучше прийти на эти грязевые процедуры в санаторий. В этот. Ой. Кипяточек. А дальше, конечно, блин, хотелось бы пойти туда аж, к островку. Но боюсь, мы не дойдём. Уж очень горячо, да, зайчик? Там, где сухая, эта грязечка ещё более-менее, а где влажная, капец, кипяток. Озеро Солёный Лиман находится неподалёко от Днепра. Допустим, наша дорога заняла около 40 километров. Рядом находится село Новотроицкое. На окраине Самарского леса располагается озеро Солёный Лиман. И площадь его 3,5 километра квадратных. И первые упоминания про него были при Екатеринаславовской губернии. Хотя почему-то было указано, что там пресная вода. И я не думаю, что она поменяла свой состав за это время. И с пресной превратилась в солёной. Скорее всего, просто данные были неверными. Даже казаки ещё знали про лечебные свойства данного озера. Останавливались на берегу и использовали в лечебных целях эти грязючки. Кстати, грязь относится к муловосульфидным. И обладает очень высокой вязкостью, пластичностью. Она такая плотная. Её очень так тяжело распределить по телу. А потом крайне проблематично она смывается. И лучше, конечно, для лечения грязючку набирать в середине. На середине озера. И специально, чтобы сохранить полезные свойства грязи, на берегу возле санатория построили грязь-хранилище. Ну, понятно, чтобы использовать в лечебных целях. И вообще очень нахваливают. Реально людям помогают. И вот по Украине считаются эти грязи одни из самых лучших. Хотя я не понимаю, почему там людей вообще нет. Хотя видно, что и следы были. Люди ходят, грязь набирают. Но ажиотажа я не наблюдала. Возможно, из-за того, что просто сейчас воды нет. А то потом, когда она будет, то будет людей побольше. Я не знаю. Но факт остается фактом. Интересное место. Его точно стоит посетить. И, конечно, наверное, лучше посетить. Записаться на курс лечения в санаторий. И попить еще водички минеральные. Кстати, вблизи соленого лимана расположены источники минеральных вод. Которые, собственно, также используют для водолечения. И, как я поняла, на середине озера, на вот этих островках поставили крест. И там тоже есть источник с минеральной водичкой. Но, к сожалению, при такой температуре невозможно добраться до середины озера. Возможно, нужно ехать туда там часа в 4-5 утра. Или подождать, когда жара у нас 40 градусная опустится. И будет все намного доступнее. И тогда нужно будет еще повторно посетить обязательно озеро Соленый Лиман. Мы уже уехали от озера. Приехали к санаторию посмотреть, что где здесь и как. И вообще, может, какие условия. Что-то узнать себе на будущее. У нас ужасная жара. 37 градусов. Это просто, я не знаю, какая-то Сахара-Африка. Жесть. Дышать вообще нечем. Такие небольшие корпуса трехэтажные. Не знаю, видно, не видно. Надеюсь, видно. Может, сейчас узнаем по расценкам. Территория, рядом стоянка. Написано «Ласка вопросов». У нас просто статуэтка для красоты. Зелена. Слышите, птички поют. Прямо так хорошо. Все закрыто. Дети вон гуляют. Это я. Шлеп, шлеп. Шлепаю резиновыми шлепками. Ничего себе, еще открыто. Вот. Днепропетровский областной специализированный леволюционный центр. Соленый лиман. Днепропетровской областной рады. Градусник, видите? 37 градусов. Плюсом по Цельсию. Тепленько. Так это в тенечке. А на солнышке, наверное, 47. Короче, ребятки, наконец-то Леша вернулся. Звонит, а ты где? Я говорю, а ты где? Я же хотела зайчиков розыск подавать. Идти. Тебя тут вызволят из полону. Видали. Ну что ты? Сходил? Короче, на карантине все было. Ага. С понедельника запускают в полном объеме. Плюс оснащение здесь какое-то. Германия дала новое. И они с понедельника будут уже работать. Можно доезжать. Я взял номера телефонов. Но тут не только по направлению? Можно и просто капиталку купить? Говорят, не только купить. Можно, да? Да. Ну, короче, с больницы надо будет взять справку. Направление. А вот, наверное, это какая-то вода или грязь. Что они говорили? Что это такое? Это, по-моему, для воды, да? А вот это, наверное, бочки там, где грязи. Чтобы они сохраняли свои полезные свойства. Ну, кстати, тебе, Леш, этот. Короче, здесь только опорно-двигательный аппарат. И женщина, с которой я только что разговаривала, говорит, что многие приезжают, говорят, что грязи здесь одни из лучших в Украине. В Трусковце хуже, чем в Трусковце. Да, вот, и я читала по отзывам. Реально, люди пишут отзывы, что поездили, всю Украину объездили вдоль и поперек. И реально после этого санатория прямо становится... Еще какой-то делали. Да, на ноги. Ничего себе. Это, который мы, видно, видели из берега, да? Ну, да. Наверное, как и все, и везде было на карантине, все закрыты были. А сейчас как раз восстанавливают свою работу. Не, ну, в принципе, нам же не обязательно грязями обмазываться, когда жара. Можем приехать, там возьмем себе отпуск. Здесь грязи и массажи. Я так помню. О, массажики! Это то, что я люблю. Массажики! Зайечка, поедем, короче. Хотя бы на недельку на массажики и на грязики. Да? Абрикоски. Они зеленые. Я, кстати, люблю зеленые абрикосы. Я так поняла, что вот этот корпус, он внутри отремонтирован. Леша говорит, что внутри цивильника. Просто я не захотела. Вот пластиковые окна, двери. Поэтому будем смотреть, узнавать. Возьмем, возможно, направление, проплатим. И хотя бы на недельку, по возможности, нужно будет обязательно сюда приехать. Прелаксировать. Это завод Новотроицких минеральных вод. Но так просто здесь на территорию не попасть. И, к сожалению, водичку мы не наберем. Дайте-ка. А что тебе сказали, что можно набирать воду здесь? Нет, никто ничего не сказал. Я спросил. Есть минеральная вода? Есть. Езжайте. Ладно. Поехали дальше. Леша пошел узнавать за водичку. Можно вообще где-то набрать воду из их источников. Ну, обычно, знаешь, там винные заводы, какая-то водичка. Что, ты на погрузку приехал? Есть и квас. Леша покупал на днях довольно-таки неплохой. Тебе понравился квас? Нет, квас бомбовский, кстати. Живой, да? Да, реально класс. В холодильниках у нас продается. Потому что какие-то напитки на основе сока, на основе сока. И водичка Новотроицкая. Закрывай калитку. Поехали. Без водички. Поедем в автомат набирать воду. Да. Поехали. Ребятки, уже следующий день. Мы в срочном порядке едем возвращать вот такой переходничок на S20 для внешнего микрофона и плюс зарядка. Вчера купили его в Даффе, бренд Хока, два в одном. И стоил этот переходничок 250 гривен. Нам так его нахваливали, рассказывали, какой классный. Никаких проблем не должно с ним быть. На самом деле мы решили ночью его проверить. И оказалось, что он вообще не работает. А на 12 часов Леша записан на стрижку Барбершоп. И мы уже категорически не успеваем. Слава Богу, хотя бы у нас чек сохранился. Мы это все не выбросили. Поэтому есть возможность обменять или просто вернуть. Я, конечно, расстроена, потому что планы мои нарушены. Я так хотела заснять сегодня и пустые баночки. И еще по плану было видео про эпиляцию, депиляцию. Как я поддерживаю свою кожу летом. Что мне нужно для идеальной гладкой кожи. Но вот такой обломчик. Мне этот переходничок вообще нужен был для того, чтобы подключить внешний микрофон. И чтобы качество звука было еще лучше. Потому что пока еще с настройками звука не совсем я сдружилась. Нужно будет разбираться дополнительно. Вот такие вот дела. Брэйн Хока 2 в 1. 250 гривен. Дафи стоил такой переходничок. Но он оказался вообще не рабочим. Леша, конечно, злой. Матерился, психовал. Потому что у нас сегодня по времени все прямо расписано. От и до. Стрижка, потом еще сбор вещей. И Леша сегодня уезжает в командировку. Еще нужно поработать. И хотела видео поснимать. Но вот такие вот форс-мажорные обстоятельства с нами приключились. Поэтому у нас буквально 5 минут, чтобы сбегать это все. Обменять или вернуть. И успеть в барбершоп. Он у тебя так и останется резко? Стрижка, что еще не окончила. Ладно, что я. Да я поняла. А, ну так хорошо. Только сзади лысоват один немножко. А ну повернись задом. Лысенький. А где уложили, да? Мне укладку сделали, да. Короче, ребятки, чтобы вы понимали. Моя стрижка с сушкой обходится дешевле на порядок, чем Леша сходить в барбершоп. Не, ну мужчины себя любят. Что у нас еще любить будет, если не мы сами? Ой, зимой. Тут мы уже напсиховались. Ну жаль, что я прямо это психовала сильно. Хотя я так не считаю. Ну ладно. Просто там со временем у нас были нюансы. И мы не успевали. Короче, мы все вернули провод. Нам дали второй переходничок. Но он все равно не работает, не коннектится. И пишет, что не поддерживает телефон этот переходник. Поэтому нам просто вернули деньги. Хорошо, хотя бы, как я сказала, мы сохранили чек. Поэтому мы сейчас после барбершопа идем вниз, возможно, в Цитрус. И найдем переходничок, потому что мне это видео снимать надо. И мне нужно дополнительно подключать микрофон. Если нет, то придется играть все с настройками звука. Я вообще из-за того, что мы спешили. И вот такие нюансы с этим переходником. Макияж нормальный не успела сделать. Быстренько отделала то, что было. Побежала и укладку никакую я не делала. Вчера волосы не высушила. Просто наносила масочку шелком с новыми капельками. Помыла. И они у меня высохли естественным способом. Без какой-либо укладки. Поэтому у меня вот такой творческий беспорядок. Сейчас волосы здесь немножко собрала. В бочочках. Такая длинная туничка. Как барлевочка. Чтобы не было жарко. Потом мои шортики и сандалики. Такая сумочка. Мой аутфит all the day. И зайчики. Крикит на сегодня. Белый педик. Идем. Надеюсь, нам повезет. Ребятки, ну что, мы наконец-то купили переходник. Оказывается, что нужно только, чтобы это был переходничок от бренда Samsung. Они сделали как и у Apple, только теперь, чтобы покупали все переходнички, да, там все наушники только этого бренда. Сделали какой-то там чип, да, который другие гаджеты не будет пропускать. Ну, может, нужно будет делать перепрошивку, но я этого делать не буду. Мы идем по этой улочке. Не знаю, какая это улица пешеходная. Так что, самое интересное, ни в одном магазине, кроме оригинального Samsung, эту тему не знает. Даже в Citrus мы заходили. Думали, что если Android, то подходит все. Оказывается, нет. Именно в S20 они сделали такое, только оригинальные гаджеты все. Они коннектятся с этим телефоном. А у меня еще было предположение, говорю парню в последнем, он, нет, такого быть не может. Такая фишка только у Apple. Я говорю, ну, может, у Samsung у последних тоже такое. Нет, такого быть не может. Оказалось, что может. Только в фирменном магазине Samsung знали об этом и нам сказали. Ты реально подошел к ледочке. Хорошо, освежились в фонтанчик. Леша такой идет, говорит, что я сзади лысая? Я говорю, ну да, я тебе о чем говорила. Лысый вообще сзади. Ой, я хочу тут пройтись. Вау, хорошо. Класс. Следуй со всей стороной. Это, наверное, я вам покажу пустые баночки и на сегодня будем заканчивать это видео, потому что довольно-таки давно, наверное, я вам не показывала свои космические новинки, чем я пользуюсь. Новинки декоративной косметики. Кстати, у меня сегодня на губах новая помадка от Maybelline. Наверное, в одном из следующих видео покажу вам новиночки декоративной косметики, которые у меня появились и довольно-таки хорошие. И также новый пудровый карандаш, как раз то, что нужно на жару. А сейчас, наконец-то, пустые баночки. И после этого все, конечно же, отправляется в урну. Первая это вот такая скольд-масочка. Кстати, довольно-таки неплохая, за свои деньги. Хорошая корейская маска, но без восторгов. Я там еще набрала другие. Мне кажется, те должны более быть эффективными. Далее, мако-перуанская тоже отправляется в урну для повышения тестостерона. Вообще, конечно, лучше мако-перуанская работает на мужчинах. Но если и у женщин пониженный тестостерон, и нужно его поднимать и повышать либидо, то почитайте показания и, конечно же, противопоказания. Также вот такие масочки довольно-таки неплохие. Ультра-тонкие. В сети магазина Ватсонс тоже покупала по акции. По-моему, и состав довольно-таки неплохой. Увлажняет с нефритом и убирает правление первых морщинок. Мне кажется, очень красиво снимать вот такое видео на закате, в беседочке. Как вам, кстати, пишите. Потом посмотрю при монтаже. Потом, к сожалению, закончилась очередная упаковочка моего любимого, самого лучшего, супер омолаживающего, выравнивающего, разглаживающего, подтягивающего. С крутым составом, с SPF-ом BB крема от Миша. Обожаю его. Мой любимый 23 оттенок. И, к сожалению, в данный момент я не могу его нигде себе приобрести, потому что нигде его нет в наличии. Даже на iHerb только 21 оттеночек, к сожалению. Поэтому жду, когда же он появится. Потом закончился, наконец-то, вот такой просто какой-то нескончаемый байзам. Сия Келп от Ясен. Довольно-таки неплохой состав. У кого сухие убитые волосы, то обратите внимание, он конкретно такой питательный и восстанавливающий. Так, потом вот такая масочка замечательная, гидрогелевая, швейцарская. Это косметика, 100% коллаген в составе и галуроновая кислота. Великолепное качество, приводит кожу в порядок, подтягивает, увлажняет, разглаживает. И прямо такой вау результат уже после первой масочки вот такой. И гидрогелевые патчи тоже крутые. Также у меня был вот такой замечательный гель гепарин, чтобы рассасывались сосудики, застойные какие-то явления, постакне с ботягой. Обратите внимание, бюджетное средство и довольно-таки неплохой состав. И еще закончилась еще одна моя самая лучшая, самая любимая масочка с витаминками от Доктор Джарт. Во-первых, она работающая, она крутая, она также дарит вау эффект на вашей коже, увлажняет, взбадривает, приводит в порядок, выравнивает тон. Прямо такая красивая, молоденькая и посвежевшая. Я просто смотрю по сторонам, потому что тут постоянно люди ходят, чтобы никто, знаете, так не стал и не слушал. Так, потом закончился на днях ботис сухой шампунь. Вот как-то зимой и осенью и весной они у меня не шли. А так как сейчас лето, жара, никакой объем, ничего не держится, то вот такие для объема сухие шампуни, конечно, нам помощь. И так как у меня никакие прически, никакие укладки, объем не держится из-за того, что мои волосы тяжелые, то с вот этими штуками хотя бы мои прически выглядят более-менее презентабельно. И я еще на днях купила себе еще один сухой шампунь от Сьез. Их очень нахваливали для объема. Но, если честно, ботист, конечно, качества получше будут. Потом вот такие замечательные капельки, капельки, ампулки для восстановления филлер от Ладор. Да, в принципе, эффект неплохой, но, опять же, он косметический. Чтобы восстановить, напитать и сделать ваши волосы более блестящими, здоровыми, шелковистыми, здесь, конечно же, все же нужен более тщательный, долговременный уход. И, конечно же, это масло и будет вам счастье. Но, если у вас хлам убитые волосы, то, конечно, нужны будут и ножнички постепенно избавляться от этих поврежденных концов и волос. Замечательный крем от Эмви с экстрактом персика. Это у меня была ночная версия. Он хорошо подпитывал, без жирности, без утяжеления. И сейчас у меня еще в запасах очередная упаковочка дневного крема от В.Эмви. И также крем для кожи вокруг глаз. Он замечательный, убирает темные круги и при пухлости просто великолепно. Правильно, в плане разглаживания, ну, такое себе, но вообще крем неплохой. Закончилась вот такая пенка мусс для интимной гигиены от Фаберлик из линейки Эксперт Фарма. С молочной кислотой довольно-таки вещь неплохая, очень деликатная. Мягко, нежно, очищает самые нежные места. Вот такой замечательный крем Малофтин. Крем для лица и для тела от Фаберлик с крутым составом. Он лечебный, заживляет все несовершенства, высыпания. Если какие-то царапинки, если ожоги, а я с горячим не дружу, то это мое спасение. Прямо как пантенол. Потом вот такой замечательный Амрутам, индийский люксовый ухо для волос. У меня есть смесь из трав для придания волосам, для стимуляции роста волос и противопадения, для придания волосам густоты, чтобы простимулировать спящие волосинки. И был вот такой шампунь. Вот этот шампунь имеет замечательный натуральный состав, без СЛС, без силиконов, без всякой гадости. И при этом он очень тщательно отмывает ваши волосы буквально до скрипа, но при этом абсолютно их не пересушивает. И никакого дискомфорта, а еще наоборот подлечивает кожу головы и тоже обладает лечебными свойствами. И также мой любимый бренд Биотик, у них крутейший уход за волосами и закончилась вот такая масочка от пигментации с гвоздикой. Обратите внимание, она классная, у меня уже язык заплетается под конец дня. Она классная, реально борется постепенно с пигментацией, немножечко ее высветляет и также замечательно еще убирает постакне, высветляет черные точки и все высыпания быстрее с ней заживляются. Ну и последнее на сегодня это два средства. Также крем БиБи, только миниатюрка от Миша. Та же неечка Сигнейча, только он идет обычный, хотя состав у него тоже крутой. Здесь у нас и СПФ, и тот же номер 23 мне идеально у них подходит. Великолепное, великолепное качество, это и питание вашей кожи, и восстановление, и даже легкое омоложение, уход за ней, и борьба с морщинками, и также высветление пигментации, и защита от ультрафиолета, и от появления новых пигментных пятнышек. Поэтому обратите внимание, для пилоснежек нужно брать или 13 тонн, или 21, лучше посвочить. Ну и последнее точно сегодня, это вот такой лак замечательный, красивый, коричневый, с блесточками. Здесь они и розовые, и золотые, и с сиреневинкой от Фаберлик. Моя любимая линейка CC9 в 1. Очень красивый, по-моему, артикул его 73.11. Скорее всего, возможно, уже и нет его в наличии, просто он подошел к концу. У меня как раз классический костюм, тоже с такими блесточками, есть в коричневой гамме. И вместе они смотрелись просто великолепно под мою бордовую сумочку. На сегодня это все. Надеюсь, вам понравился такой формат, вам понравился такой ракурс на закате. Мне кажется, будет довольно-таки неплохо. И также качество сбоку будет неплохое, потому что, наконец-то, я приобрела переходничок и снимаю с внешним микрофоном. Концовку данного видео с нетерпением жду ваших отзывов и комментариев. Всем отличного настроения, позитива и до новых встреч. И очень-очень скоро увидимся. Жду ваши комментарии и не забудь про лайк, мне будет приятно. Пока!